Здравствуйте в информационной студии Дианы Ельсюкова и коротко о событиях города и края. Оповещаем население. Дома с 65 по 100. 19 февраля прошло очередное аппаратное совещание, на котором представители подведомственных учреждений доложили о проделанной работе и грядущих планах. Так, представители Центра социальной поддержки и информирования населения, главврач Дальнегорской городской больницы, представители Центра занятости населения, коммунэлектросервиса, военкомата и полиции коротко доложили, работаем в штатном режиме. Административной комиссией было рассмотрено 19 дел, наложены штрафов на сумму 6 тысяч рублей, получено на рассмотрение 6 материалов. Руководитель территориального отдела управления Роспотребнадзора Татьяна Щербинина кратко доложила о статистике санитарно-эпидемиологического благополучия населения за прошедшую неделю. Завершившую неделю зарегистрировал 20 случаев и поличные клеммонии, 4 случаев ковида, 5 случаев клипа, 3 случаев кишечной инфекции, 1 случай ковиоза, 1 соживотную механическую гипотекцию. Вкус животных – собака, домашняя. По заболеваемости ОРЗ, зарегистрировано 353 случаев. Получительная динамика в сторону уменьшения. То есть мы снижаемся по заболеваемости, снижение во всех возрастных группах. Пороговый показатель не превышен. Показатель на 10 тысяч у нас 95, порога на 112,2. То есть в целом у нас спокойно. Начальник Дальнегорской ветеринарной станции рассказала о старте чипирования животных с 1 марта 2024 года. Ветеринарная служба работает в связи с снижением с 1 марта правил по маркировке и учёту сельскохозяйственных животных 832 ноября 2023 года. С нашим населением, имеющим у себя в личных подборьях данный скоб, проводится разносительные мероприятия. Маркировку и учёты будем проводить в параллельно при проводении этого мероприятия, чтобы минимизировать расходы. Директор МКУ обслуживающее учреждение Александр Рубцов также доложил о текущих планах. МКУ обслуживающее учреждение работает в штатном режиме. Занимаемся также, продолжая вывозку снега с территории Дальнегорского городского округа. Сегодня занимаемся на улице Набережной, там где тоже ещё у нас снежный накат есть. Убираем снежный накат. Ну и сегодня вроде как осадки передают после обеда, переоборудовываем машины на уборку снега. Но остальное в штатном режиме. Идут 26-е сутки после крайнего снегопада. Но МКУ продолжает героически бороться с практически растаявшим снегом. А теперь появилась и новая проблема. Жители стали выбрасывать мусор вдоль центральной трассы. Правда, непонятно, зачем муниципальной службе убирать дорогу краевого значения. Ведь это зона ответственности примавтодора. Не нужно тянуть на себя чью-то работу, если свою выполняешь не совсем добросовестно и не в полной мере. На что указывают многочисленные обращения в нашу телекомпанию. Хотим обратить и ваше внимание, и представителей обслуживающего учреждения. Что уже и китайский Новый год закончился, а елку с центральной площади только вывезли на прошедших выходных. Хотя разобрана она была не одну неделю назад. И, видимо, убрать ее в будний день было невозможным. Поэтому работы проводились в выходные, когда у работников МКУ оплата идет в двойном размере. Тенденция бросать все на полпути и не доводить дело до конца – это своеобразная фишка администрации и МКУ, видимо, тоже. Не удивимся, если в следующем году она случайно придет в негодность и понадобится срочно покупать новую. Также хотим обратить внимание руководителей МКУ, что существуют сайты с прогнозом погоды. И на 19 февраля во второй половине дня стоит плюсовая температура, а осадков ожидается минимальное количество. Но вот 20 февраля температура термометра опустится до минус 17 градусов. А учитывая сегодняшний утренний дождь, несложно предположить, что выпавшие осадки совсем скоро превратятся в наледь. Днем на дорогах было уже достаточно скользко, произошло несколько аварий. Так может, стоит все-таки подготовить технику не к снегоуборке, а к обработке дорог и тротуаров песко-солевой смесью для устранения скользкости? Постановление о начале пожароопасного сезона в Приморье подписано в пятницу 16 февраля. В ряде муниципалитетов сезон уже действует. В Дальнегорске пока не установлен пожароопасный период. Однако следует помнить о правилах обращения с открытым огнем. Об этом и о статистике пожаров с начала года нам рассказал директор отряда противопожарной службы номер 9 по охране Дальнегорского городского округа Владимир Саев. С начала года на территории Дальнегорского городского округа произошел 31 пожар. Из этих пожаров 8 раз мы выезжали на тушение мусора, 10 раз на тушение палок. Остальные пожары произошли в частном и жилом секторе Дальнегорского городского округа. На пожарах за этот год погиб один человек, травмированных у нас не допущено. Также мы выезжали на аварийно-спасательные работы, оказывали людям помощь 13 раз с начала года. У нас в настоящее время на территории Дальнегорского городского округа устанавливается теплая погода. Снежный покров постепенно уходит. Люди все чаще и чаще начинают выезжать на природу, отдыхать, жарить шашлыки, разводить костры. Хотелось бы людей предупредить, что после того, как они отдохнули, за собой нужно обязательно убрать место и потушить угли и потушить костер полностью, чтобы огонь не распространялся на лесные массивы. Также у нас в этом году несколько пожаров произошло из-за неисправности печей, дровяного отопления. И на пожаре, где погиб человек, именно причина была эта неисправность печи. Поэтому еще раз убедитесь в том, что ваши печки целы. Если есть необходимость прочистить дымоходы, у нас отопительный сезон еще будет длиться несколько месяцев. И не хотелось бы, чтобы у вас произошла беда. Отметим, пожароопасный сезон, в отличие от особого противопожарного режима, не является правовым механизмом, который бы подразумевал усиленную ответственность за нарушение правил пожарной безопасности, ограничения посещения лесов и другие меры. В данном случае речь идет об изменении степени готовности противопожарных сил и средств. Напомним, что согласно прогнозу, в наступающем сезоне ожидается более напряженная лесопожарная ситуация, чем в 2023 году. Специалисты просят жителей края усилить бдительность и тщательно соблюдать правила пожарной безопасности, в том числе находясь за городом. Сообщить о лесном пожаре очевидцы могут по телефону горячей линии региональной дежурной диспетчерской службы лесного хозяйства 8 423 37 34 372 или по единому номеру 8 800 100 94 00. Родители в Приморье в соответствии с новым правилом, действующим с 2024 года, сохраняют право на пособие по уходу за ребенком до полутора лет в случае досрочного выхода из отпуска на работу. Выплата также сохранится у тех, кто в период отпуска по уходу за ребенком будет трудиться у другого работодателя. Как рассказали в региональном отделении Социального фонда России, размер пособия составляет 40% от среднего заработка заявителя, который рассчитывается за два календарных года перед отпуском, но не менее 8591 рубля. Чтобы получить пособие, нужно подать заявление о предоставлении отпуска по уходу за ребенком своему работодателю. Отделение Социального фонда России по Приморскому краю перечисляет выплату в течение 10 рабочих дней после поступления сведений. Далее 8 числа каждого месяца за предыдущий, пояснил руководитель краевого отделения фонда Александра Вовченко. В 2023 году отделение Социального фонда России по Приморскому краю назначило пособие по уходу за ребенком до полутора лет – 17 752 работающим родителям. Общая сумма выплат составила 1,95 миллиарда рублей. Информацию по всем вопросам, касающимся федеральных мер социальной поддержки, можно получить по телефону Единого контакт-центра 8 800 1 501. В фондах Центральной городской библиотеки есть ценные здания, связанные с дальневосточной тематикой. Они всегда пользовались популярностью не только у краеведов, но и у тех, кто хочет больше знать о родном крае и регионе. Главный библиотекарь Галина Рябова представляет новую выставку книг «Дальневосточная Одиссея». В экспозиции собраны уникальные книги на актуальную тему. Подробности далее. Две книги «Ненуни» и «Отсидеми до новины». Это не художественные романы, это, можно сказать, документально-художественная проза. Клан Янковских, он в 20 веке был на Дальнем Востоке широко известен. Клан охотников на тигров, как их называли. А положил начало этому клану Михаил Янковский, можно сказать, отец-основатель. Это польский шляхчич. После польского восстания 1863 года он был сослан в Сибирь на каторгу. И вот по амнистии он вышел и волею обстоятельств основал здесь свое семейное гнездо на побережье Японского моря. Книга открывается его рассказом «Остров Аскольд». Именно здесь он жил и работал где-то в течение пяти лет. Был начальником золотого прииска. Вот это странное название «Ненуни» его так прозвали корейцы. Это называют, они назвали его четырехглазым. Не то, что он там носил очки, а он был такой сильный, что он охотился и на тигров, и на хунхузов. Есть такая легенда, что Михаил Иванович вместе со своей дружиной захватили и передали китайским властям банду хунхузов, которая здесь терроризировала местное население. Валерий Янковский и Юрий Янковский – это уже последующее поколение Юрия Михайловича, второе поколение Янковских. В этот сборник вошли его рассказы охотничьи, таежные. Надо сказать, что в то время, начало 20 века, тигры и барсы, так называли дальневосточных леопардов, барсы, они реально угрожали населению и оленему хозяйству, конному хозяйству. И вот Янковские профессионально занимались охотой на тигров. В книгу Валерия Янковского «От седеми до новины. Дальневосточная сага» вошли многочисленные охотничьи рассказы, а также мемуарный цикл о жизни и приключениях Янковских в Приморском имении Седемии и в Корее, куда семья вынуждена была эмигрировать в 1922 году. Надо сказать, что автор сам прожил такую долгую, где-то интересную, где-то трагическую жизнь. Он умер в 99 лет, как говорится, дай бог каждому. Книги написаны таким очень живым, интересным языком. И еще раз напоминаю, это художественно-документальные книги, реальные истории, которые произошли там с героями. Такая же реальная, невероятная история в книге Владимира Липовецкого «Ковчег детей» или «Необыкновенная Одиссея». Автор Липовецкий вот эту книгу писал 25 долгих лет. Он собирал свидетельства очевидцев, какие-то письма, фотографии, по крупицам буквально. В чем дело? Вот почему его заинтересовала эта любопытная история? Оказывается, в 1918 году 800 детей из голодного Петрограда тогда были отправлены на Урал. И вот на Урале они некоторое время пребывали, а тут гражданская война, и они не могли вернуться домой. И началась вот эта их двухгодичная Одиссея, такое кругосветное путешествие, конечно, невольное. При помощи Международного Красного Креста они по территории Китая добрались к нам в Владивосток и жили около года на острове Русском. Затем на японском судне они пересекли океан и попали в Америку, эти дети. Затем в Европу и уже через Финляндию в 1920 году вернулись, наконец, домой. Вот это, что с ними случилось за эти два года, вот в этом путешествии с этими детьми и воспитателями, как раз и рассказывает нам в своей книге «Ковчег детей» Владимир Липовецкий. Необычно интересная история, редкая книга, советую вам обратить на нее внимание. Среди книг дальневосточной тематики представлено произведение Рока Бринера «Юл. Человек, который был бы королем». Этот автор – предок известного, пожалуй, каждому дальнегорцу, основателя нашего города Юлия Бринера, памятник которому установлен в сквере возле стадиона «Темп». И вот потомок, Рок Бринер, он здесь неоднократно бывал и написал о втором поколении Бринеров, Юле Бринере, и о всех таких семейных легендах, открывает нам некоторые тайны своей семьи, вот в этой книге. Юл Бринер, он звезда Голливуда, и жизнь у него была всякая и разная, но после выхода в свет фильма «Великолепная семерка», где он играл главную роль, многие мальчишки того времени хотели походить как раз на героя, которого сыграл Бринер, такого бритого и брутального, любопытная книга, советую обратить вам внимание и прочитать. Узнайте много нового. Приходите к нам в Центральную библиотеку, мы вас ждём. Если говорить коротко, это все значимые события дня. До свидания, спасибо, что вы с нами. Редактор субтитров А.Семкин